Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя Огородная Азбука. В предыдущем видеоролике я рассказала, какие дни у нас в мае запрещенные, но это только для тех, кто соблюдает лунный календарь. Значит, кроме этих двух периодов, 15 и 29, остальные дни все можно сеять. Май это тот месяц, когда мы сеем все. Все, что не успели посадить, посеять, мы сеем в мае в открытый грунт. То есть с самого начала, с 1 по 5 мая, по 5, по 10, у кого как позволят условия, мы сеем яровой чеснок, мы начинаем садить лук-севок на репку. Сеем эти культуры очень рано, потому что они холодостойкие, для них нужно много влаги, и мы не ждем, когда у нас земля пересохнет. Везде написано, лук сеять в оптимально ранние сроки. Он не боится посева в холодную землю, наоборот, в теплую землю его садить не рекомендуется, будет плохое качество лука. О посеве лука я, конечно, расскажу отдельно, это очень такая большая тема, но сеем его в холодную землю в начале мая. Тут же можно сеять в начале мая с 1 по 10 и редьку для раннего употребления. У кого есть теплицы, в первой половине мая с 1 по 15 можно уже высаживать вот эти высокорослые томаты раннего посева. Но это все, я сейчас говорю обобщенно. Конечно, каждый смотрит на свои погодные условия. Вот нынче нам погодные условия не позволяют сильно-то садить, и мы вот до мая сидим еще в открытый грунт, ничего не высажено, только собираюсь лук садить. Также и с теплицами. Если у вас теплица не обогреваемая и погода не позволяет, конечно, высаживать ранного томата не надо. Это не лук, они боятся холода. Высаживают только те, у кого есть возможность подогреть в случае морозов. Также у кого позволяют погодные условия, во второй декаде мая можно уже высаживать рассаду низкорослых томатов в открытый грунт, но под временное укрытие, под пленки, под различные нетканные материалы в тех регионах, где это позволяет погода. Во второй половине мая мы уже все сеем огурцы или высаживаем на рассаду там, где, опять же, те, кто или под пленочное укрытие, или под какие-то нетканки с дополнительным, ну как, предотвратить, чтобы можно было их от мороза. Вот во второй половине мая высаживаем там, где позволяет погода и где мы можем укрыть пленкой. Нынче никакие рекомендации, уже страшно говорить. Только скажешь, подумаешь, что можно высадить. Раз в одном регионе снег выпадет, в другом регионе град. Но все равно, независимо от погоды, вот эти стандартные сроки. Во второй половине мая также мы высаживаем в теплицу уже рассаду выращенную огурцов. То есть, если те, у кого открытый грунт, там высаживают под пленку, под какие-то укрывные, то в теплицу во второй половине мая уже можно высадить рассаду. Но опять же, тут как, вот сейчас у нас передают снег через несколько дней и минусовая температура. Тоже нужно предполагать, что вдруг что-то будет вот такое с природой и нужно будет прикрыть. Всегда нужно иметь под рукой дополнительно вот эти какие-то средства, пленки, нетканные. Надо себя подстраховывать, если вы хотите вот так получать ранние урожаи и пораньше высадить. Потом, конечно, капуста. В первой половине мая уже можно высаживать капусту в открытый грунт. Это вот ранняя белокочанная скороспелка, брюссельская. Эта капуста похолодания не боится. И вот у меня многие спрашивают, вы сейчас распекировали в открытый грунт, не бойтесь. Ноль, минус два, минус три. Ваша капуста это перенесет такие похолодания. Потом уже во второй половине мая мы сеем в открытый грунт кабачки, тыквы, патиссоны. Но во время заморозков вот такие ранние посевы тоже вы должны укрывать пленкой. Они боятся мороза. Видите, какие-то не боятся похолодания, какие-то боятся. Поэтому нужно про каждую культуру, которую вы выращиваете и высаживаете рано, нужно дополнительно узнать, какую температуру они выдерживают. Потом, конечно, уже во второй декаде мая, мы вот, например, даже у нас в Сибирский регион, мы уже сеем морковь, свеклу и можно садить картофель. Картофель тоже можно садить не обязательно в теплую землю, но желательно, чтобы до 10 градусов земля все-таки была прогрета. Конечно, при минус или при 2, при 3 градусах садить рано, бесполезно. Она просто пролежит в земле и она у вас начнет расти только тогда, когда будет тепло. Ну и с 15 мая и всю вторую половину мая нам нужно обязательно высадить всю белокочанную капусту, также и цветную, и краснокочанную, и кальраби. Все виды капусты в мае должны быть высажены. Не оставляйте ее на июнь, потому что там будет слишком жарко, у вас будут проблемы с рассадой. Высадите рассаду, она будет сильно подвидать, она сильно горит на солнце, она жару не любит. Желательно высадить все в мае. Ну и во второй половине мая также мы высаживаем в теплицу баклажаны, перцы, все самые теплолюбивые вот эти вот культуры, но в конце мая. И обязательно, я еще раз уточняю, смотрите на свои погодные условия. Все это должно быть с учетом вашего региона, вашей температуры и в ваших конкретных условиях. Какая у вас теплица? Сможете ли вы создать условия для арбузов, если высадите там в мае, а вдруг будет холодно? В конце мая арбузы, все, вот кто в теплице выращивает, в открытый грунт еще рано, но в теплицу рассаду арбузов тоже высаживаем. Но опять же с оговоркой, что если вы сможете, на крайний случай, в случае заморозка их прикрыть. Я всегда высаживаю и если что, накрываю пятилитровыми баклушками пластмассовыми и сверху кладу нетканку. Они прекрасно переживают все эти похолодания. Потом открываю, но зато уже к началу июня у меня такая крепкая, большая рассада арбузов. Все, вот это вот я кратко пробежалась. Ну и конечно, весь май можно сеять любую зелень, кто еще не посеял салат, петрушку, укроп. Все это уже можно сеять. И вообще в мае мы должны уже посеять все, кроме... Мы не высадим только в открытый грунт без пленки томаты. У нас не будут в открытом грунте без пленки огурцы и у нас не будет там еще в открытом грунте арбузов. Все, что без прикрытия, вот мы в мае еще не сеем. Конечно, в теплых регионах. Видите, дело в том, что у нас мы все разные, у нас все разные условия, все разные регионы. Кто-то в мае что-то сеет уже, а кто-то нет. Конечно, это все усредненно, но средняя полоса России, сибирские регионы мы уже понемножку начинаем сеять. Хотя в теплых регионах все это уже посеяно. Обязательно учитывайте свой регион. До свидания.